Сборная России по баскетболу на колясках добилась исторического успеха. Наша национальная команда, в составе которой были игроки Тюменского клуба Шанс, Ильшат Сагитов и Алексей Городецкий, стала победителем чемпионата Европы в дивизионе «Б». Этот успех позволил россиянам впервые пробиться в сильнейшую лигу Старого Света. Чемпионат прошел в Бельгии, и путь к триумфу для Городецкого и компании был устван совсем не розами. Достаточно сказать, что два первых матча российская сборная проиграла. В роли обидчиков выступили австрийцы и шведы. Тем самым наши соотечественники поставили себя на грани выхода в плей-офф. Первые две игры, которые мы проиграли, это, знаете, наверное, был, может, со стороны тренерского штаба, это был такой поиск оптимального состава, наверное, хоть у нас и 12 человек. Вы сами понимаете, у нас сборная России представлена игроками из четырех было клубов. Однако затем российская команда преобразилась. Обыграть удалось Латвию, а затем и хозяев площадки. В итоге выход в полуфинал, где соперником стала сборная Боснии и Герцеговины. Балканцев наша национальная команда раньше никогда не обыгрывала, но в нужный момент выдала свой лучший баскетбол. В итоге место в финале, уже означавшее повышение в классе. Хотелось все-таки свои амбиции проявить уже. Хоть мы и дело сделали, но хотелось все-таки доказать, что команда сильная и команда умеющая играть в баскетбол. Аппетит окончательно пришел именно к финалу. Серебром российские баскетболисты довольствоваться не собирались. И в решающем матче взяли реванш у австрийцев за поражение на предварительном этапе 59-49. Одним из главных творцов знаковой победы стал Городецкий, набравший 16 очков. Да знаете, как сказать, тут вот эмоции смешанные, хотелось и орать, ну это мы и делали, и кричать хотелось, и я не знаю, там и обнимались, и все. Но с другой стороны было такое опустошение какое-то моральное. Я говорю, я с 2003 года, выступая за сборную России, старался, старались выиграть, попасть хотя бы в дивизион А. Ну, конечно, радость была, радость, я не знаю, на тот момент это было не передать словами. Сейчас это я уже об этом говорю спокойно совершенно, потому что как рядовая какая-то победа. Осознание, наверное, придет на будущий год, когда мы будем готовиться уже к выступлению в дивизионе А. Все-таки из дивизиона А уже попадают команды, могут попасть и на Олимпийские, на Паралимпийские игры, и на чемпионат мира. Чемпионат Европы в группе А пройдет в следующем году. У Городецкого, Сагитова, да и других баскетболистов Шанса есть сезон, чтобы доказать сборной свою необходимость.